Ну, наверное, игра, в первую очередь, радость для болельщиков. Увидели много голов, пенальти не забитый. Наверное, то, что касается нас, тренеров, для нас это для кого-то трагедия, для кого-то выиграть. Победа хорошо. Что можно сказать по игре, что касается первого тайма, привыкали к полю, наверное, можно сказать, потому что вышли только недавно на зеленый газон. У нас неделька получилось только поработать. Мозырь, ведь хорошо везет, уже как бы вторую игру играет. Конечно, футболисты любят играть на зеленом поле. Что бросилось в глаза, знали, что команда Слави очень хорошая. В том плане, что очень атлетичные ребята, играет такой вот, как бы, быстрый футбол. То есть, очень быстро после отбора мяча переходят в атаку за счет открывания их нападающих. И знали, что будут они здесь в таком стиле. В принципе, практически, если не считая наших ошибок на стандартных положениях, и где-то невынужденных фоллов в первом тайме, то, что касается, из которого фолом мы забили гол, то, в принципе, моя команда выполнила установку на первый тайм. Опять же, особенно понравилось то, что на первых минутах мы создали момент, на который полонировали, в принципе, но, к сожалению, не реализовали момент, Ложкин вышел один в один, не забил этот гол. После перерыва переговорили с ребятами. Заострил внимание на что? Что в прошлой игре, когда мы играли с Арсеналом, в втором тайме у нас началась спешка. Ребятам сказал, здесь сейчас не надо спешить, чтобы мы не перешли на игру только длинными передачами. За счет же, опять же, сказал, быстрого вхождения мяча с фланга на фланг, плюс открывание за спину центральным защитникам. Но только вышли из, как говорится, раздевалки, наверное, можно так сказать. Сразу же первая атака, даже не атака, то есть это у Слави было наиграно вертикально передачу, мы это знали. Проиграли, был угловой, и с углового заработали пенальти. Но, как говорится, молодец наш вратарь, выручил нас, помог нам. Естественно, у команды сразу возникает подъем, и с этим подъемом уже, как бы видно, ребята, еще больше энергии появилось. Начали прибавлять, в том плане, что создавать моменты, которые мы просили. Очень, очень хорошо вписались ребята, кто вышли на замену. После этого мы забили гол. Что еще хотелось бы сказать? Первый гол, но и потом за счет второй то же самое. То есть, ну, практически выполнили всю установку. Единственное, что не порадовало, что все равно, как бы, моменты у наших ворот возникали. Слави хорошие ребята, имеется в виду нападение, которые играют очень хорошо головой. За счет длинных передач в штрафную, где мы проиграли, к сожалению, борьбу в некоторых моментах. Можно так прокомментировать. Спасибо. Приходим к вопросам. Евгений. Артем Яковлевич, можно назвать забитый, не забитый, вернее, пенальти. По воротным моментам в игре, я как считаю, что если все-таки вы проиграли 0-2, смогли бы это как раз обретать? Ну, тяжело, так сказать. Можно предполагать, мы вышли, получаем пенальти, если бы, как я подчеркнул, что, наверное, это воодушевило в некоторых моментах, что воротарь отразил пенальти, у ребят появилась еще более уверенность. Можно, как говорится, может быть, выиграли, а может быть, и проиграли. Все зависело от ребят, от характера. То есть сегодня по настрою, по вообще никаких претензий ребят нет. Ну и в принципе, что я хотел сказать, я понимаю, у нас много замен в плане в том, что ребята некоторые, такие как Гречиха, Вильям, пришли только 3-4 дня назад, попали в команды. И, естественно, многих моментов они еще не знают, очень тяжело занести за такое короткое время свое видение футбола. Но к ним надо только сказать спасибо, как они сегодня сыграли, то есть ни к одному из них как бы претензий нет. Что еще хотелось бы сказать, это, наверное, возвращение нашего капитана в команду все-таки, как-никак. Сергей долго восстанавливался после травмы. И вот сегодня он как бы вышел там на пару минут, но уже как бы вернулся. Большой футбол, как говорится, после продолжительной травмы. С чем я его поздравляю, наверное, всей командой мы поздравили. Спасибо. Чего хорошо? Откорить, да. Артем Викторович, какие задачи, цели в этом году перед вашей командой в сезоне? И вот вообще, как должен закончить сезон, чтобы вы сами поставили оценку хорошо? Хорошо. Ну, знаете, вообще, перед сезоном, когда мы собирались, то есть понятно, что Динамо как бы не обсуждается. Всегда это тот клуб, который должен доставлять самые большие задачи. Одна из задач, как бы мы ставили, это выступление в кубке, то есть дойти до финала. Но, в принципе, у нас не получилось это сделать. Проиграли, проиграли на четвертой команде, которую Славе обыграло, как бы, ну, потому что мы за Славей тоже наблюдали, смотрели. И в этой игре они обыграли Гомель. То есть, как бы, команда Славе тоже очень хорошая. Гомелю, которому мы проиграли. И задача, естественно, на сезон самая наивысшая. То есть, у нас других задач нет. В каждой игре нам нужна победа в первую очередь. Но чемпионат, вы понимаете, это очень длинный турнир, и по нему невозможно пройти, там, без каких-то спадов, подъемов. То есть, еще, я же говорю, на чем заостряю внимание, наша команда всего лишь, там, пару недель, очень много, группа игроков начинает вливаться только в команду. Опять же, тяжело, наверное, сразу притереться какими-то моментами. Но я верю в ребят и в уровень их мастерства. То есть, у нас поставлены самые большие цели. Последнее, по вашему слову, Славе сильнее. Вот атмосфер на трибунах можно называть Мозырь, Влада Пополь. Ну, Мозырь всегда был футбольным городом. Еще, когда я играл в футбол, приезжал сюда, тут всегда собиралось очень много. Не зря, Мозырь был чемпионом, это все-таки тоже, мы о многом говорили. Так что, это я считаю футбольный, но, опять же, все зависит, наверное, от руководителей ваших, чтобы они любили футбол. И тогда, я думаю, все вы будете тоже, как бы, приходить и любить. Так что атмосфера очень приятная, когда приходят и переживают за свою команду. Спасибо большое. Спасибо, еще вопрос, есть. Доматия Артема Викторовича, вам благодарим за бесконференцию. Удачи всем. Спасибо. Вам спасибо. 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 Спасибо.